МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет! Итак, мы находимся на сервисе в смарт-респондер, где мы будем делать свой красивый шаблон для рассылки. Значит, нам нужно зайти в рассылки, в список шаблонов писем и создадим тут новый шаблон. Жмем кнопочку «Создать шаблон». Мы увидим, что у пустая страничка. Сюда мы и ставим код. Вот сюда. Нажимаем «Источник» и ставим сюда код. Код вы можете скопировать у меня на сайте. Сейчас я у себя скопирую. А вы можете зайти на сайте. Под видео будет ссылка. И в статье будет код для вставки. Копируем и вставить. Вот. Все. Все, что требуется. Легко и просто. Скопировали. И у нас получился вот такой простой шаблон, но уже какой-то необычный, не как у всех. Можно его подредактировать под себя. Ну, вот верхнюю надпись, например. Можете написать, ну, ваш сайт или название вашего сайта. Ну, как угодно. То есть можете изменить шрифт, цвет шрифта и так далее. Можете вообще убрать эту ссылку, если она не нужна. Дальше вот наших читателей у меня тут есть сбоку. Если у вас там больше или меньше читателей, измените. Если, ну, вообще мало читателей, то можете этим не хвастаться, как бы вообще убрать. Так, теперь дальше. Что здесь можно поменять? Вот картинку. Самое главное, что у нас эта картинка. То есть мы ее должны предварительно, эту картинку, загрузить куда-нибудь. Но лучше всего загрузить на свой сайт. Пока он работает, то и будет эта картинка отображаться. Идем в редактор записей. Любой там запись. Откройте. Загрузить файлы. И выбираем, ну, заранее приготовьте себе файл, ну, картинку для письма, для шаблона письма. Ну, какой-нибудь. Я сейчас возьму самую, там, первую попавшуюся. Допустим, у нас рассылка про похудение. Вот, берем такую картинку и загружаем. И вот у нас ссылка. Мы ее копируем, ссылка на изображение. Здесь шлепаем по картинке и сюда. И вставляем нашу ссылку. Ширину, длину выставляйте, как вам удобно, или, ну, вернее, как параметры вашей картинки. Ну, вот у меня по моей ширине оно все разъехалось. То есть тут немножко подлиннее картинка. Ну, вы по-своему, в общем, смысл понятен. В общем, я просто здесь заранее не готовила ничего. Вот. И так, вот на фоне остался мой бэкграунд. Сейчас я его удалю. Его в коде уже не будет. Так что насчет этого не заморачивайтесь. Так, вот здесь вот ширину, длину вот поменяли. Ну, вот, допустим. Ну, ну, вот пусть такая будет картинка. То есть вот такая. Здесь на фоне можно написать там название сайта или что-то там. Это вы заранее на картинку подготовите в фотошопе. Так, вот сейчас я уберу это. Бэкграунд имидж, имидж, чтобы он не нужен здесь. Чтобы там не светилось лишнее вам. Это, в общем, удаляем. Ну, это вам не нужно. Это я просто у себя удалила. Все. И уже в коде этого не будет. Вы когда скопируете, уже будет вот без этого, без бэкграунда моего. Вот так. То есть вы картинку свою загрузили. Вот она. Теперь, что еще нам нужно? Дальше мы можем отредактировать... Дальше мы можем отредактировать приветствие. То есть пишите... Пишите приветствие, как вам хочется. Потом анонс статьи или там... Ну, вот само тело письма. Там то, что вы... письмо, которое вы напишите. Тоже можете отредактировать шрифт, цвет там, как угодно, что вам, как вам хочется. Побольше, поменьше и так далее. Вот. Потом после анонса будет ссылка на сайт. И внизу это подпись. Жду вас на вашем сайте. Вы тоже можете написать по-своему. Все это исправляется очень легко, как в обычном редакторе. И вот ссылку делайте, как обычно. Нажимайте и вставляйте свою ссылку. Все. Без ссылки не выпускает. Сейчас свою ссылку напишу. Пока. Ну, вот и все. Внизу тоже идет блок. Там какие-то рекламные ссылки. Если они вам нужны, можете оставить. Не нужны, можете удалить. Синий фон там останется. Сейчас я вам расскажу, как его поменять. А тут мы пока попробуем поменять ссылки. Ну, если хотите ссылки оставить, то редактируйте их аккуратненько. Потому что если они там исчезнут, там код немножко поменяется, все перепутается. Поэтому вот так аккуратненько их меняйте. То есть, это свое, свою надпись пишите. Лишнее сотрем. Допустим, вот у нас книги о здоровье. Ссылка. У нас похудение, допустим. Вот. И опять же там ссылка, там, туда-то, там, куда хотите. Вот здесь тоже редактируйте. Можете лишнее, допустим, убрать. Выделяйте, убирайте. Ну, тут все просто. Тут вообще все просто. Потом, там, копирайт тоже там. Отредактируйте свое имя. Напишите свой сайт. Вот тут стандартная надпись у меня написана. Тут тоже шрифт. Если вам не нравится все это, редактируйте. Все это понятно и просто. Так, и... Так, ну, так оставим. Так, и у нас в нашем письме... Ну, вот, бывает, что цвет этот синий, может, к вам не подходит, допустим, по теме. Или вы вообще там это... Вот. И как цвет найти. Цвет там, это будет background color. Это... Сам внизу-то такое-то... Это нужно в шрифт, в код немножко залить. Как его проще найти? Ну, вот он. Он должен вот выглядеть вот так. Background color. Вы нажимаете... Нажимаете кнопку Ctrl-F и вводите BG color. И найдется вам этот код. И вот он там будет не один. И вы найдите самый нижний. То есть там, допустим, шесть нашел. И это будет последний, шестой. Предыдущие background-ы можете не трогать там. Ну, если там... В шапке только если цвет менять. Но если у вас там будет картинка, то неважно. То есть смотрите, самый последний, шестой, шести. Background color. И... Поменяйте там цвет. Вот видите, сколько этих бэкграундов, шесть штук. И нам нужен шестой. Вот он. Вот. И здесь вот этот вот название этого цвета, оно в HTML в формате написано. Ну, допустим, вот я знаю, что все нули это черные. Вот он, допустим, все нули. Другие коды я не помню, не знаю. Но их легко найти. И вы можете... Если вам нужен какой-то цвет другой... Вы можете поискать эти все коды в Яндексе. То есть заходите в Яндекс. И нажимаете HTML... Код цвета. Вот. Сейчас он вам откроет. Вот, видите, вот такая вот табличка. Вот здесь можно найти абсолютно любой цвет и оттенок. То есть вы вот здесь выбираете себе, какой вам нравится. Вот справа вот проявилось. Там легче найти, допустим, зелененький вы хотите. Вот, щелкнули. Нашли зеленый. И вот он, скопировали его код. Скопировали. И пошли туда. Ставили. Все. Все. Больше ничего не надо. Все. Теперь у вас все зелененькое. Хотите другой цвет, поменяйте другой цвет. Все. Итак, мы как бы создали все. И... А, теперь нужно тему письма написать. Я знаю, что у нас шаблон. Он должен как-то называться. Но так и назовите его, чтобы вы его быстро находили. Шаблон письма, допустим. Да? И здесь код шаблона там. Ну, шаблон там. Назовите как-то. У меня уже есть они там. Шаблон 0, допустим. Все. Сохранили. И вот у вас будет готовый шаблон для ваших писем. Вы всегда можете будет его потом взять. Вот он сохранился. Сейчас мы посмотрим, что тут сбилось. Сейчас мы посмотрим, он сохранился как. Да, похоже, все нормально. Все сохранилось. Да, все нормально. И теперь мы можем... Вот заходим в любую рассылку. У нас... Допустим, мы хотим добавить письмо в рассылку, чтобы оно было у нас таким красивым каким-нибудь шаблоном. И все. Это... Заходим и давайте добавим новое письмо. Жмем «Добавить письмо» и у нас будет пустой лист. И жмем «Загрузить шаблон письма». Выбираем наш шаблон письма. Вот он. Вот он у нас загрузился. Теперь нам надо только его заполнить. То есть вы можете здесь... Ваш, допустим, анонс. Если вы хотите там какой-нибудь анонс твоей статьи разослать. Или там вам рекламу заказали в рассылке. Вы туда рекламу вставили. Все. У вас все готово. И сохранили. У вас это письмо сохранилось. И все готово для отправки. Ну вот и все, собственно. На этом я теперь... Надеюсь, вам теперь будет проще сделать свой шаблон письма для рассылки. Всего доброго. Спасибо. Особый привет весне за вопрос. Всего доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok